Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, ребята, здравствуйте, мои хорошие! В прошлый раз мы оставили маленького мальчика Седрика, героя повести Фрэнсис Бёрнетт «История маленького лорда» в растерянных чувствах. Он никак не мог привыкнуть к тому, что жизнь его резко переменилась. Он стал лордом-фаунтлероем и должен уехать к дедушке в Англию. Все это чудесно, но вместе с тем и грустно. И ведь совсем неизвестно, какая жизнь ждет его впереди. Опытный адвокат Хевишем умел быстро различать и понимать людей. И, увидев мать Седрика, он тотчас сообразил, что эта молодая женщина с мягким голосом и грустными глазами вышла за капитана Эррла только потому, что очень любила его. И она никогда не думала о выгоде быть в родстве с графом. Когда он объяснил миссис Эррл цель своего приезда, та внезапно побледнела. Ах, восклигнула она, неужели его отнимут у меня? Ее голос дрожал, слезы лились из глаз. Вы не знаете, что он для меня. Хевишем откашлялся. Я должен предупредить вас, разнес он, что граф Доринкорт не очень, не очень дружественно расположен к вам. Он не преклонен в своей решимости вас не видеть. Граф предлагает вам поселиться в корт-лоджии. Это дом, расположенный недалеко от замка. Лорду Фаунтлерою он позволит навещать вас. Хевишем боялся, что молодая мать начнет плакать и возражать. Но она только встала и, подойдя к окну, постояла несколько минут, отвернувшись. Он видел, что она старается превозмочь свое горе. Капитан Эрол очень любил Англию, сказала она наконец. Я знаю, что он хотел бы, чтобы его сын увидел родные места и был воспитан сообразно своему будущему положению. О себе она почти не упоминает, подумал адвокат, и не ставит мне никаких условий. Граф Доринкорд позаботиться о его удобствах и благосостоянии, как это сделали бы вы сами. Надеюсь, заметила она дрожащим голосом, что он полюбит Сэдди. Мистер Хевишем снова откашлялся. Он не мог себе представить, чтобы вспыльчивый старый граф, страдающий подагрой, мог кого бы то ни было полюбить. Хевишем не сразу решился взглянуть на мальчика, подбежавшего к матери. Но когда поднял глаза, странный переворот совершился в нем. Его сразу очаровал этот прелестный ребенок. И чем больше он всматривался в маленького лорда, тем больше удивлялся. Поначалу мистер Хевишем не знал, что же сказать мальчику. Но Сэдрик вывел его из затруднений и заговорил первый. «Знаете, – сказал он, – я думаю, что так как я буду графом, то мне следовало бы знать, что это такое». «Пожалуй, – согласился мистер Хевишем. «Граф – очень важное лицо, – начал он. Многие из них помогали королям править Англией. Некоторые были храбрыми воинами и участвовали в сражениях в былые дни». «Я бы тоже хотел быть военным, – признался Сэдрик. Мой папа был военным. Он был очень храбрый. Я рад, что графы – храбрые люди. Большое преимущество – быть храбрым». «Графы имеют другое преимущество, – тихо проговорил мистер Хевишем и пытливо посмотрел на мальчика. Некоторые из них очень богаты. Ему было интересно узнать, известно ли его молодому другу, какую властью обладают деньги. «Приятно иметь много денег, – наивно сказал Сэдрик. – Я хотел бы быть богатым». «М-м-м, неужели? Но для чего? Знаете, с деньгами можно многое сделать. Во-первых, возьмем хоть старую торговку. Если бы я был богат, я бы купил ей палатку, чтобы ставить туда лоток с яблоками, маленькую печку и давал бы ей по доллару, каждое утро, когда идет дождь, чтобы она могла остаться дома». «Хм-м-м-м, – проговорил мистер Хевишем. А что еще сделали бы вы, если бы были богаты?» «О, много чего! Нет, конечно, я купил бы для моей дорогой много отличных вещей. А потом Дик». «Кто такой Дик?» «Дик чистит сапоги на улице», – отвечал маленький лорд, с волнением рассказывая о своих планах. «Я его давным-давно знаю. В последнее время дела у него идут, неважно». «Что же вы хотели бы для него сделать?» – спросил адвокат, улыбаясь. «Что? Я бы выкупил его долю у Джека», – отвечал лорд Фаунтлирой, принимая озабоченный вид. «А кто такой Джек?» «Его компаньон. Он очень плохой. Дик говорит, что хуже не может быть. Он обманывает и приводит Дика в отчаяние. Все любят Дика, а Джека терпеть не могут. Если бы я был богатый, я бы дал Дику денег, чтобы он мог откупиться от Джека». «А что бы вы, – начал адвокат, – желали для себя?» «Очень много», – живо отвечал Седрик. «Во-первых, я дал бы денег Мэри для ее сестры Бриджит, у которой 12 человек детей и безработный муж». «Дверь отворилась, и миссис Эрл вошла в комнату». «Пока вас не было, – сообщил мистер Хевершем, – «этот юный джентльмен рассказал мне про своих друзей и про то, что он сделал бы для них, если бы был богат». «Бриджит тоже в числе его друзей, – заметила миссис Эрл. И я только что с нею говорила в кухне. Она в горе, ее муж лежит больной. Я сбегаю к ней и спрошу, как он себя чувствует. Это такой отличный человек!» Седрик выбежал из комнаты, и Хевершем встал. Ему хотелось что-то сказать, но он, по-видимому, не решался. «Перед отъездом из замка Доринкорт я виделся с графом, и он дал мне следующее приказание. Граф желает, чтобы его внук с удовольствием ждал переезда в Англию. Он сказал, что я должен, если милорд выразит какое-либо желание, выполнить его и сказать, что это подарок от дедушки. Я сознаю, что граф не имел в виду ничего подобного, «Но если лорду Фаунтлеру будет приятно помочь этой бедной женщине, я уверен, что граф был бы недоволен, если бы я этого не исполнил». Адвокат не точно передал слова графа. Вот что тот в действительности говорил Хевершему. «Объясните мальчугану, что я могу дать ему все, что он не захочет. Растолкуйте ему, что значит быть внуком графа Доринкорта. Наполните золотом его карманы и скажите, что это подарок от деда». Мистер Хевершем достал из кармана толстый бумажник. «Если вы позволите, я отдам лорду Фаунтлерою пять фунтов для этих людей». Седрик вошел в гостиную с озабоченным видом. «Граф Доринкорт», – начал был адвокат и невольно глянул на миссис Эрл. Она вдруг опустилась на колени перед сыном и, нежно обняв его, сказала, «Седди, граф тебе дедушка. Он очень-очень добрый. Он очень богат, и он хочет, чтобы ты был счастлив и другим приносил счастье». «Он так сказал мистеру Хевершему и дал ему много денег для тебя. Ты можешь дать их Бриджит». Она поцеловала мальчика, а тот, вспыхнув от удивления, смотрел то на мать, то на поверенного. «Не могу ли я сейчас получить деньги, а то она уйдет?» Мистер Хевершем протянул деньги. Седди бросился вон из комнаты. «Бриджит!» – кричала он, вбегая в кухню. «Бриджит, постой! Мне надо пойти разъяснить ей, в чем дело», – сказала миссис Эрл. Она пошла в кухню, а мистер Хевершем подошел к окну и задумался. «Старый, одинокий граф Доринкорд, – думал он, – сидит теперь один в мрачной библиотеке своего замка, окруженный величием и роскошью, никем не любимый. Потому что за всю свою долгую жизнь он сам никого не любил, кроме одного себя. На этом, ребята, мы прервемся. А завтра, в следующей нашей передаче, обязательно узнаем продолжение истории маленького лорда Фаунтлероя. Храни вас Господь, мои хорошие! Субтитры создавал DimaTorzok